вот так я хочу себе генезисов хочу себе 6 генезисов именно губы загадочно мне вот так по муару на самом деле все проходили полу пару коллабораций там которых я не выиграл второй я не участвовал перед тем как сейчас монетки полетели в стейкинг по 1750 ребятки там разгружаются я продал эту часть гмт который мог бы застыкать и не хочу пока а где застыкать что ты имеешь на муаре на муаре также розыгрыш ну покупаешь билеты во время конкурса твои монеты золочены что это об этом речь надо об этом речь но я кстати вот пробовал сейчас в рафли стива йоки я в итоге решил по мульти а чуть и все свои гмтшки которые были раскидал по огромные кучи аккаунтов везде закинул по два билетика которые были максимально доступны и нигде не выиграл реально надо делать какой-то отбор вот как сейчас с этими генезисом в афиге генезисными героями что вот про пройди там квизы сделай получи роли и прочее тогда ты сможешь участвовать в этом рафли то есть это хоть какой-то отсев потому как реально есть огромное количество мультиакеров с миллионами в гмт которые вот таким вот образом делают раскидывают про по сотням тысячам аккаунтов и забирают весь дроп себе то есть ну нелогично могли бы сделать как-то еще по получше эту систему вот все что он там желает слор эти ребята да да то есть по факту киты сбирают забирают все и просто не оставляют ничего вот простым пользователям как с этим бороться я вот пока что не знаю вот только если вот такими вот активностями в которых киты просто не захотят участвовать поддерживаю поэтому это было сделано лена паша его борется с китами ты слышал нет было трансляция rain такой там есть него тренер на заставке такой epic тренер но он известный кит она ему горит на трансляции задает вопросы говорит а как вы планируете баллотироваться в газ хиру там верховной должности если ваш не ненавидит большинство сообщества степан за то что вы в рафлах участвуете мультиакингом такая на и такая извините я журналист ну правильно не на самом деле надо говорить все как и все как думаем как и делаем по сути я поддерживаю в этом плане и и кстати и момент вот с тем что тут организация идет в гильдии да что есть вот такой некий человеческий фактор который может тебя отсеять даже несмотря на то что у тебя есть деньги это весьма интересная механика я считаю потому что шансы выравниваются на игру на какой-то нормальный там доход и прочее относительно не только того сколько у тебя денег но и того как ты играешь и как ты коммуницируешь с людьми какое у тебя сообщество как тебе доверяют в этом плане механика мне очень нравится очень интересно посмотреть как она будет себя проявлять на деле уже интересно до поддерживаю что так и должно быть но как готовится этот рейн он сказал что у него будет 9 игроков и у каждого игрока будет по 9 аккаунтов это что значит у него одним кланом будет управлять каждый игрок один игрок по факту у него у него будет своя гильдия уже сразу будет его гильдия которая там будет вкачана у них в в клане в тире гильдии 100 бейджей нормально неплохо но это десять процентов такие люди могут манипулировать ценой gmt по сути мне кажется ты прикинь вот и поэтому там я думаю что ему по факту будет без разницы кто как будет голосовать но все таки бы я думаю это в игре можно решать будет монетой я думал он будет тебе пробивать какую-то роль монеты что думаешь насчет того вот у меня возникали мысли на тему спекуляции например пробовать иметь один аккаунт как минимум один аккаунт в котором не играть вообще а просто собирать нефтишки раскачивать их и перепродавать просто флипать хорошая мысль у меня была такая же мысль абсолютно такая же мысль у меня была стратегии в игре пока не ясно как мы будем зарабатывать будем пользоваться инструментами которыми умеем я первая моя глобальная стратегия его либо сразу будут все в к все дело чтобы вкачать генезиса максимально быстро что продавать вкачанного генезиса если цена на старте будет не очень интересно на них вот на генезиса все относительно так как генезис ты не умирают а именно вот те герои которые умирают вот это вот интересно так как это может я бы не стал на старте торговать героями есть большой риск и это риск он не связан там циклами в месяц этот цикл имеет там пару дней попасть на просадку флора потому что появится грубо говоря через 10 дней может появиться в два раза больше героев на марке за счет чего за счет того что игроки которые будут играть активно и как вот мы говорили киты будут выстраивать фермы помин там то они наплодят за 10 дней каждый каждая пара по два героя в зависимости от того сколько этого зелья или как она там у китов зелья достаточно на 100 бейджи получить зелье грубо говоря 7 на маркете будет зелье 100 умножить на 1000 1000 купонов по 100 зелье грубо говоря это сразу же две две тысячи ментов можно будет сделать а вот кстати насчет энергии которая будет даваться в игре относительно количество героев твоих то есть сколько ты сможешь и сколько тебе нужно будет энергии сколько будет тебе достаточно или недостаточно непонятно ничего пока самому очень интересно есть цифры просто сколько тебе нужно к твоему клану потратить энергии для запуска клановых соревнований ты тебя будут там персональные соревнования и клановые 1200 энергии клан должен потратить чтобы ему раскрыт но открыли доступ к этим соревнованиям посмотрим это для этого нужно чтобы в клане было по 30 игроков то бишь эта стратегия непонятно что сулит и до этого момента мы понимаем что сейчас лучше всего смотреть на людей которые будут только входить в игру будет момент когда просадка флора на машины для доступа в игру который необходимо до достиг такого дна что их покупать не будут потому что все игроки вошли и лишние машинки будут прямо в дне продаваться вот это вот первое что нужно будет купить но я так буду делать и продавать уже через там три-четыре недели потому что цикл входа игроков я надеюсь будет таким что в этот момент должна прийти аудитория которая услышала игру про игру из людей которые там пользуются довольны либо откуда-то с медиа ресурсов тот из пионеров или какой-то рекламы в общем при помощи новой аудитории дадут рост снова а игроки которые ты будешь покупать перед стартом а для того чтобы перепродать это стратегии я считаю так себе то бишь смотри просто объясню у меня одна из стратегии это сделать минта ферму что это значит это значит чтобы я каждый день делал минт для этого мне нужно будет четыре пары героев это этот цикл чтобы я мог каждый день минти я буду один при моем таком вот процессе каждый день рождать по герою при условии что там кулдауна есть прокачка вот вот такой планами но опять же зелье у ты его покупать с рынка получается будешь дальше когда он все твое закончится с дропа но на зелень я думаю сейчас во первых жду цены возможно я прикуплю себе зелье чтобы две недели мне хватило минтить то бишь мне нужно будет 5 купонов купить плюс-минус этого у меня будет 6 надеюсь сейчас погаскиру вообще вот все шикарно и интересно генерисные герои живут там столько всего всяких вот на придумано механик но конкретики непонятно никакой все хотят узнать как будет проходить бои пвп я в белой бумаге этого не видел это важно как будет зарабатывать клан реально как он будет зарабатывать вот написано все вы будете торговать а с чего я буду это добывать да там с миссии а сколько там должно этого упасть вот это вопрос самый главный сколько лежит в коробочке и что там лежит и тогда будет тайна да и поэтому стратегии которые сейчас мы известны это стандартная степановская минтить будем минтить потому что этого мало будем держать флор не будем лить ниже но будет период когда будет очень большое насыщение на одной цене люди которые даже не льют флор и он очень сильно прольется поэтому и говорил что история с героями для меня с продажи она не такая интересная больше интересней это оружие питомцы потому что я не понимаю как их можно минтить их никак не минтить их нужно добывать каких-то непонятных соревнованиях мы будем получать купоны сколько этих купонов будет непонятно поэтому механики с героями я бы там подумал бы над ними лучше оружие домашние животопеты и жидкость но для этого придется играть да для этого один аккаунт он будет торговым качёвым а второй будет и к аккаунт играть и возможно придется конечно играть и вторым аккаунтом каким-то чтобы быть в курсе чего-то что кто-то что другой не знает именно общаться с другим возможно кланом что в игре может быть самым редким и самым ценным то есть вот в плане степана у нас это свитки а в плане газ hero возможно зелье да 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 то возможно и не зелья вот эти вот питомцы кто знает то есть может они еще более редкий вопрос на питомцы мы можем получать из того что мы собираем купоны это никак не влияет на развитие от твоего героя формате прокачки уровня это не предмет первой необходимости так как камень может усиление этого этим питомцам вот сейчас как мы видели до что камни изначально на старте не давали так много как в итоге они сделали в дальнейшем то есть потом все начали все поняли что вот эти ушки у розеток дают усиление гораздо больше нежели там розетки простые без ушек и с большим количеством ушек также точно тут они могут продумать уже это еще лучше и к примеру условно да у тебя без питомца герой дает там плюс 100 с питомцем плюс 1000 и тогда этот питоне питомец становится более ценным чем вообще любое другое на вти в игре но есть стратегия которая пришла в голову на самом старте что нужно сделать питомца максимально подходящего для героя генезисного то есть прокачать до пятого уровня только как этого сделать тоже непонятно когда мы все это поймем будет интереснее разговор потому что сейчас ну мы будем выполнять соревнования будем получать купон в каком соревновании какой купон сколько их дают сколько этот купон будет по отдельности стоить могу ли я эти купоны купить у тех людей кто собрал сразу все сколько мне нужно в моменте могу ли я выставлять свои цены за это как предложение чтобы покупать где-то на каком-то маркете чтобы люди сами приносили мне складывали эти купоны туда а я их оптом забирал вот такое вот тогда понятно будет как играть сейчас вся игра связана с тем чтобы получить как можно больше халявы этого сейчас вот чем игра связана и это меня туда же возвращает к мысли что ребята думают от тем чтобы привлечь больше сообщества степан потому что все вокруг этого все равно происходит комьюнити строится на этом но нет никакой интеграции которая бы позволила бы привлечь на платформы стримерских твичей блогеров они планируют привлекать я вот не знаю мне кажется это давно уже пора делать чтобы народ пошел вот именно что волатильность то должна быть то есть сначала надо всех напугать раздать всем владельцам генезисов по героям вот это подожди подожди сколько это ты думаешь этих людей но можно посчитать примерно то есть относительно того какое количество у нас генезисов и какое количество у грешек и увидим да много большое количество очень много это прикинь сколько будет очень много этого выдано какой будет флор какой будет флор 150 почему бы и нет а потом обратно а потом моргенштерн придет и такое ребята вот у проекта степан теперь газ хиро залетаете и снова хайп этот полетит просто народу набежит немереные цены снова взлетят то есть волатильность я уверен что будет так или иначе но какая-то твой совет чтобы не профукать чё надо делать